Классическая современная история утверждает, глава Третьего Рейха Адольф Гитлер принял цианистый калий и застрелился в своем подземном бункере. Однако все это время существовала и другая версия. Гитлер скончался в Аргентине в начале 60-х. Мог ли он спастись? Как он это сделал и где скрывался? Современные историки и исследователи Третьего Рейха, опираясь на ресекреченные архивы, утверждают, Адольф Гитлер задолго до краха фашизма готовил пути отступления. После поражений под Сталинградом и Курском, Мартин Борман не сомневался, что война будет проиграна. Он созвал основных промышленников Германии и сказал, выводите производство на другие континенты. Британский журналист Джерард Уильямс занимался этой темой последние 7 лет. Его книга «Серый волк. Бегство Адольфа Гитлера» стала сенсацией. Я наткнулся на этот сюжет в интернете. Он показался мне стоящим внимания. Теперь, спустя несколько лет, у меня достаточно информации, подтверждающей, что Гитлер не погиб в Берлине. Маршал Жуков говорил, что труп фюрера так и не был найден. Сталин утверждал, что Адольф сбежал в Испанию или Аргентину. И даже Эйзенхауэр признавал, что нет никаких свидетельств смерти Гитлера. Фюрер и его ближайшее окружение разрабатывали несколько планов бегства. И один из них сработал. Адольф Гитлер покинул окруженный Берлин при помощи личной авиации. Такова версия современных исследователей. У нас есть показания пилота, который вывез Гитлера из Берлина. Это был капитан Баумгард на транспортном самолете Ю-52. На общедоступных спутниковых картах можно увидеть аэродром, на который и сел самолет с Гитлером. Но это был не единственный план побега. В мае 45-го с радаров исчез почти весь личный подводный флот фюрера. До этого момента подлодки активно курсировали между Антарктидой и Южной Америкой. Мы знаем, что были в Антарктиду несколько экспедиций. И мы знаем, что архивно доказано, что были несколько экспедиций в Арктику, где диверсанты Орто Скорцени искали какие-то пути, чтобы спрятать своего фюрера. Секретная база нацистов в Антарктиде носила кодовое название Б-211. Ее строительство началось в 1939-м. К концу Второй мировой здесь уже была развитая инфраструктура. Немцы вели активные географические, геологические, метеорологические исследования в Антарктиде, в районе земли Королевы Мод. И что единственный вот этот участок, где в Антарктиде существовали и существуют огромные пещеры, в том числе и подводные. Вермахт выбрал две географические точки, где можно было скрыться и от коммунистов, и от сил союзников. Антарктиду и Южную Америку. Уже в январе 1945 года в Аргентину пошли партийные архивы. То есть Борман, а он был фактически вторым человеком после Гитлера. Мы его называем Портайгеносе Борман. Он стал все свои архивы перевозить в секретными путями в Аргентину. Аргентина, Бразилия и Перу стали как бы базовыми военными пунктами переброски и маскировки там непосредственно немецких селений. Выбор Аргентины был не случайен. Нацисты считали, что аборигены и колонисты Южной Америки сохранили чистоту расы и были дружественны арийцам. Что же касается 30-х и 40-х годов, когда еще были вполне серьезные надежды на мировое господство, то к Латинской Америке просто присматривались как к удобному региону для размещения денег, для размещения каких-то авуаров, для экспансии немецкой. Потому что регион-то ведь очень богатый регион, по климатическим своим условиям благодатный. В окруженном Берлине между союзниками шла отчаянная борьба. Кто первым обнаружит и возьмет штурмом бункер Гитлера? 1 мая 1945 года из Бранденбургских ворот вышли два офицера вермахта с белым флагом. Немцы пытались заключить перемирие и на время прекратить боевые действия. Именно в этот день в Москву отправилась секретная депеша. Гитлер покончил жизнь самоубийством. Но доказательств еще не было. Возможно, это отвлекающий маневр. Гитлер выиграл время и смог скрыться. Осада бункера продолжалась еще несколько дней. И первым в него вошел советский специальный батальон НКВД под руководством генерала Абакумова, начальника легендарного СМЕРШа. Когда 8 мая спецбатальон ворвался в бункер, все были поражены. Да, нашли якобы труп Гитлера, нашли якобы сожженный труп его любовницы Евы Брауна. А вокруг лежала рота эсэсовцев, под формой которых была форма тибетских монахов. В бункере советские войска захватили живым ближайшее окружение Гитлера. Его шофера, врача, секретарей. Именно они представлены в истории как свидетели самоубийства фюрера. Секретарь Гитлера, Юнга, она была с Гитлером до последнего часа, действительно. Его личный шофер, Эрих Кемпке, написал книжку «Я сжег Гитлера». И не доверять этим фигурам, которые были вместе с Гитлером. Кроме того, они присутствовали при опознании Гитлера. Это все описано у Эриха Кемпке и у госпожи Юнга. Труп Гитлера был сожжен. И сожжен он был, довольно серьезно его сжигали. Для этого на него вылили порядка 180 литров бензина. Ну, учитывая, что почва была песочная такая, то есть впитывался какой-то бензин, но в общем и целом 180 литров бензина должно было хватить на то, чтобы тело его и Евы Браун было бы, ну, скажем так, есть версии, что уничтожено полностью, но, скажем так, скорее всего, ну, до состояния скелета. Но позже началось невообразимое. На мертвого Адольфа Гитлера натыкались еще несколько раз. Буквально через два дня был обнаружен труп, похожий на Гитлера. Еще через день еще один труп. Третий труп был обнаружен уже 7-го числа. Все сообщения об обнаруженных трупах, которые были похожи на фюрера, ушли в Москву. Историк Андрей Архипов выдвигает свою версию бегства фюрера. И он тоже опирается на конкретные исторические факты. 1 мая 1945 года группа немецких танков смогла вырваться из Берлина, преодолев сопротивление 52-й рижско-берлинской гвардейской стрелковой дивизии. И это, может быть, имитационный был прорыв, чтобы, ну, скрыть истинное управление, как и куда бежал Гитлера. Поэтому он бежал, или он бежал, или его двойник, тут вполне возможна и такая версия. И действительно, он продолжил свое существование, жизнь. Некоторые исследователи предполагают, почти все нацистские генералы, министры Германии и ключевые фигуры Третьего Рейха имели двойников. На сегодняшний день это уже доказано, что как минимум 4 человека из тех, которых судили на неоритетском процессе, они были двойниками тех, кто ушел когда-то крысиными тропами в Аргентину. Входимости вот этих людей никто не мог бы вам гарантировать, потому что, во-первых, тогда не было генетического анализа, не было радиочастотного спектра, никто не проводил этих нацистских преступников фонограмму, которая является индивидуальным. Понятно, что Сталин не был до конца уверен, что советские спецслужбы обнаружили настоящего фюрера. К тому же контрразведка тщательно хранила свои секреты от конкурентов. Да, другой советский спецслужб Министерства внутренних дел, ходя делать дополнительные анализы этой останки, в принципе, контрразведка не выдаёт им это тело. И у МВД только остается часть черепа, которая тогда отсутствовала. И эти остальные останки в 70-х годах будут специально приказы, кремы их выкопать и зажечь. По сути, единственное доказательство того, что советские солдаты нашли тело Гитлера, это медицинская стаунтологическая карта фюрера. Что у Гитлера, что у Евы Браун были очень сложные мосты, ну, ставные зубы, естественно, всё. И эти мосты были оригинальными. То есть это была не ставная челюсть, а это были мосты, закреплённые на основной челюсти. То есть это было уникальное, как отпечатки пальцев. То есть второго такого моста не существовало вообще. Но это не серьёзный аргумент, считает британский исследователь Джерард Уильямс. Особенно после одного казуса со станками фюрера в Центральном архиве ФСБ. В 2009 году учёные из Университета штата Коннектикут провели их генетический анализ и заявили, это не Гитлер. Оказалось, что это череп 40-летней женщины. Что может быть правдой только в одном случае, если бы Гитлер сменил пол за 16 лет до смерти. На подготовку и совершённый побег из Берлина Гитлера и его окружения указывают и множество косвенных признаков. У меня американские войска, не английские войска, не советская контрразведка. Они не обнаружили две трети казны Гитлера. Они не обнаружили янтарные комнаты. Огромная ценность. Они не обнаружили тех картин, которые вывезли фашисты со всей Германии. Это огромные ценности. Куда они делись? Большая часть богатств ушла вместе со сбежавшими нацистами. А после войны вновь вернулась, как промышленный капитал. Именно этим некоторые исследователи объясняют феноменально быстрое восстановление Германии после Второй мировой. Не было никакого экономического чуда Западной Германии. Немцы работают неусерднее русских, французов или британцев. Но у них были сотни миллиардов долларов, которые пошли на строительство новых заводов. Вот почему Германия и по сей день самая экономически мощная страна Европы. Американцы до сих пор не могут объяснить загадочные происшествия с морской эскадрой, которая по приказу президента США Трумэна была отправлена на поиски германских баз в Антарктиде. Эта операция называлась «Большой прыжок». Задачи этого морского похода были предельно ясными. Исследовать особенности антарктического района земли Королевы Мот. Изучить подземные пещеры и узнать, есть ли там немецкие военные базы. И адмирал Грейсхем дошел почти до Антарктиды. И внезапно он вернулся. Почему? Доклад командующего был засекречен. Сам адмирал проходил длительный курс лечения. Что же произошло? По некоторым данным, якобы, эта группировка столкнулась с теми учителями этой базы, которые на тот момент уже в техническом оснащении и вооружении ушли далеко вперед, чем все стороны мира. Все это дало пищу для догадок, я не знаю, для гипотез, что действительно произошло столкновение между американскими и немецкими военнослужащими. И в результате американцам пришлось отступить. Агенты спецслужбы «Еврейское возмездие», а позже израильского Моссада, охотились за нацистами по всему миру. И самое большое количество истинных арийцев они обнаружили в Аргентине и Бразилии. 86 человек нашли в Аргентине, в Бразилии и арестовали. Мы знаем, как охотились за Эйхманом. И именно израильская разведка, именно Моссад вывезла тогда Эйхмана и судила его судом, присудила высшую меру наказания. Там же, в Южной Америке, скрывались и другие нацисты, в том числе, с большой долей вероятности, и Адольф Гитлер. Я думаю, он уехал с ближайшим окружением, и с Мартином Борманом, и еще рядом высокопоставленных офицеров, которых так и не нашли. Эти южноамериканские колонии в Аргентине, в Чили, в Парагвае, они до сих пор существуют. Это закрытые городки, и туда трудно прорваться и узнать. Там они живут, недобитые нацисты. Смеясь над всем миром, нося с собой тайны, которые нас до сих пор бодоражат. Однако ни израильские, ни советские спецслужбы не смогли выйти на след Гитлера в Аргентине. А вот британский журналист Уильямс утверждает, он знает не так уж и мало о последних днях бывшего фюрера. Он болел. Его трясло, но вряд ли это была болезнь Паркинсона. Скорее, последствия лихорадки, которую он переболел в Первую мировую. Он провел остаток дней в раздумьях, сходя с ума и пробуя писать картины. Но политикой он точно не занимался. Тайна исчезновения Гитлера не открыта до сих пор. Даже у самых продвинутых историков нет четкого ответа. Как спасся Гитлер и где его могила? Не думаю, что она существует. Скорее всего, тело кремировали, а прах развеяли. Ведь для тех, кто управлял Западной Германией в 50-е годы, было очень важно, чтобы правда не всплыла на поверхность. Джерард Уильямс заявляет, совсем скоро он представит новые доказательства того, что Гитлер не погиб в 45-м. Но в любом случае, пока все эти исследования – лишь версии. Чтобы переписать новейшую историю, потребуется нечто большее, чем свидетельство нескольких очевидцев. И все-таки тема по-прежнему интересует многих. Это значит, что она не закрыта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова